всем доброе утро у меня сегодня свадьба сейчас придет визажист будет меня красить для тех кто не знает вчера в здании где мы сняли лофт начался пожар здание мчс цепила то есть попасть туда нереально и мы вчера оказались без помещения на благо чувак владелец этого лофта очень классный парень семён привет он тут же нас приселил другой лофт который гораздо круче чем мы сняли но за те же бабки были нас экономили получается просто там тысяч 30 накануне горят лофты блять происходит какой-то пиздец я была уверена что я встану утром перед свадьбой огромный прыщ на весь нос но блин никаких прыщей значит значит свадьба будет были прикинь реально просыпаешься прицелает бы у тебя огромный прыщ на посредине лба ну это же все пипец вообще ну вот меня уже красят приехала моя яна приехала шампанским приехала аня приехала с какой-то хуйнёй для валика для этого для пушка я сначала думал что я вообще не нервничаю все нормально но потом поймался на мысли что я думаю об этом когда хожу кругами по комнате я адски нервничаю я уже начинаю чувствовать приступы медвежьей болезни тогда очень хочешь в туалет но на самом деле не хочешь короче нервничаешь поэтому у меня есть шампанское я забыла все лена везет мне чулки с дезодорантом забыл дезодорант ребят вот воняет всю свадьбу но самое что идеальное то что у меня должны месячные начаться в день свадьбы но это вообще я думаю шикарно поэтому я взяла с собой тампонов на всю на всю свадьбу вообще уже не в 309 я волнуюсь мне кажется больше чем огурцова хотя чего огурцовой волноваться у меня третья свадьба третий мужик я очень надеюсь что эта свадьба раз и навсегда пусть вот до конца вот ну до ста пяти лет доживут учитывая что огурцов постоянно все забывает мне кажется она еще не собран невеста жених пришел первый раз такой экшен подружки безнаджисты фотографа я в шоке нервничаешь я выпил шампанское у меня полегчало ты моя злойка короче я отки нервничаю я начала нервничать потому что меня такого никогда реально не было я как первый раз у меня первый раз подружки мейкап фотограф и просто я чувствую себя принцесса подожди самое главное ты чувствуешь что это вот все последний раз я вообще чувствую что это твой последний раз ну учитывая с какой ответственность не подходим к этому вопросу да я думаю да смотрите как я красивая евгения а мы мерили женькой платье не один раз но я считаю что это прям самое лучшее платье покрутить что бухаешь она ничего не завтракала это будет та свадьба когда невеста набухает впервые все красота сейчас все увидят твоего жениха а тебе волнительно то что все увидят твоего жениха смотрите приехал жених вот он жених вот он жених вот он жених фраза была крутится бля пиздец бля пиздец бля пиздец во что я влипла во что я влипла все спасибо Привет, Анатолий. Привет, Анатолий. Привет, Анатолий. Спасибо. Какой же красивый. Локт прям. Зашел на работу. Поцелуйте еще. Тихо. Единственное, что вы сейчас купили. Ну вы счастливы? Конечно. Ну пока, до ЗАГСа. Давай. Мы приехали впервые. Мы катались сегодня. А, вы катались? Целовались? Да. Наслаждались? Что говоришь, никто не должен трогать? Я все прочитала. Да? Да. Ты вот веришь? Теперь да. Теперь я сделаю максимум усилий, чтобы все было хорошо. Я даже никому не дам букет. А колечки тоже никто не должен трогать, да? Нет, ну нежелательно. Вообще никто никого не должен трогать. Мужа вообще никто не должен трогать. Даже пальцем. Букет не будешь бросать? Другой. А? А, другой букет? А этот куда? А этот все. Год должен жить у меня. Даже если он, ну, как бы высохнет. Потом через год он будет сжечь. А, да ты что-то где вычитал это. В присутствии ваших близких я попрошу вас еще раз подтвердить, является ли ваше желание вступить в брак и создать семью взаимную и доброполную. Я прошу ответить невесту. Да. Я прошу ответить жениха. Да. Ваше взаимное согласие дает мне право зарегистрировать ваш брак. Я приглашаю вас прийти и своими подписами вкрепить свой семейный сервис. Я объявляю вас в новых дежур. УРААА!!! УРАА!!! Ммммм... Боже, уже не на ручку, а боже мой... Жень, непонятный. Как вы думаете, что-то изменится в вашей жизни? Под наш флаг. Что-то изменится в нашей жизни? Конечно! Что? и ваш а как вы думаете штамп в паспорте в принципе меняет что-то фундаментально чё-то меня что переключается не у всех горько и поехали дальше и пить сначала ведь потом бить бокалов налейте нам так что можно было залпом и не упасть игру ногу водку брать огурцов ты сегодня ничего не ела вообще ой извините для всех все равно будешь огурцовой ты же понимаешь на залпом залпом 1 2 3 на счастье тадададам тадададам я вам не надоел еще тадададам тадададам из камеры бываешь вообще нет вы трезвые мы трезвые я не знаю мы в пармонентном маркуша какой красавица привет марк привет иди ко мне мой сладкий огурцова долго думает что выпить таки вас понравилось что дома делали же мы были очень голодные мы заказали пиццу наконец-то мы поели потом так приезжали как солдатики минут 20 и выехали но это было очень круто что мы вернулись домой мы смогли немного за земли просто успокоиться идти в себя минус свадьба когда тебе уже там около 30 и у тебя взрослые друзья потому что кидать букет фактически некому кидать букет только тем кто уже помолвлят когда ты выходишь замуж за 20 и у тебя 155 человек там все ловишь и все хотят ловить у прекрасных и счастливых людей я хотела бы спросить коля сначала у тебя женщина которая с ребенком для мужчины это преграда что болезнь но многие боятся почему-то убегают от женщин которые с детьми зрелости внутренней женя к тебе вопрос клиенты ко мне приходят и говорят что я боюсь выйти из семьи когда я несчастлива я боюсь разрушить брак потому что но это неправильно что ты скажешь по этому поводу девочки вы сейчас услышали и мальчики тоже вот счастливая пара понимаете они прошли огонь и воду и нашли друг друга вот она часть спрашивайте муж горько ура вот такое пожелание от мамы что вы пожелаете молодоженам богатство и сексу горячего горячего процветание все таки земельной жизни и самое главное это чтобы были все основные мечты которые они планировали в реальности все-таки вышли терпение взаимопонимание и чтобы могли свои конфликты все-таки регулировать компромиссами а не вставать какие-то это самый главный камень слушайте услышите друг друга во всех сложных ситуациях а остальное справитесь сами всего самого лучшего чтобы была длинная совместная жизнь в своем доме чтобы все было дом полное часа значит много детей домашних животных счастья здоровья чтобы все они планировали вместе я считаю для себя нужным вообще рассказать как эта свадьба сегодня организовалась каким-то чудом я профукала момент подачи документов и мы приходим в загс и понимаем что ну то есть 26 ноября для нас была для меня обязательной даты потому что камила посмотрела по звездам это самый лучший день для заключения брака и я понимаю что мы не успеваем единственное что может нам помочь это внезапная беременность чтобы у нас приняли документы можно предисловие да вторая идея была а первая идея такая я спрашиваю Жень ну что тебе сделать я прочитал в интернете говорят надо давать взятку я говорю ладно куда взятку едем давать в царицинский мы приезжаем в царицинский загс заходим в паспорт изначально обложил 5000 рублей мы заходим в этот кабинет и этот вот дурацкий кабинет когда сидит два сотрудника а у второго сотрудника человек на приеме и я такой говорю может там мы тогда попозже к вам зайдем когда вам будет более удобно более подробно нас подлушать что вы хотели ну там много вопросов много времени будет удобней наверное позже ну уже понятно да когда там ну будет комфортно всем общаться а она говорит ну дайте документы ну поняла ну ладно я иду и документы там 5000 и вот этот пример выглядит вот так секунду держи какая-то и 5000 рублей ребят ну извините надо за месяц подавать ну и вам чем вообще можно какие есть причины чтобы подать раньше ну она говорит ну война в Ираке вот вы улетаете вот там кто-нибудь умрет вот-вот из вас поэтому надо побыстрей ну или беременность мы говорим все понятно спасибо забрали эти самые 5000 так сказать забуду там что это она там делает и мы ушли и дальше ход Жени да и дальше Камила опять мне подсказывает там здесь беременные подруги я тоже понимаю что у нас есть Олеся Ростовская беременная и я уже представляю как ей звоню и говорю слушай мне нужен твой анализ мочи я приеду через полчаса нет времени объяснить благо другая моя подруга Яна быстро покупает мне справку о беременности о том что я на двадцать третьей неделе с другой два стороны я внезапно становлюсь ужасно беременной то есть я беру шортики кофточку обматываю все это эластичным бинтом шарфом и с живодом мы приходим в ЗАГС я самый внимательный человек на свете я только в ЗАГСе это увидел что это? когда мы? и сидим так и одержим так все это только для того чтобы успеть 26-го потому что звезды сошлись тут я забывала о том что я беременная и Женя ломится в двери вообще не дает мне даже за собой по ухаживанию задачу она там иди сюда справку ну то есть я думаю ну а нам все беременная играем в беременных да? там типа ходить тяжело ты на хорошее иди двери откройте да? Женя просто была в двери ты помедленнее бегай просто не поверишь встает садится и вообще все равно было наверное когда ты будешь беременная ты так же я надеюсь будешь бегать это будет весело у Коли на лице читался такой когда я озвучила все это что мы идем беременные подавать заявление у Коли было написано на что еще способны эти женщины в общем у нас была очень сложная история мы прошли через многое просто чтобы пожениться во вторник во вторник да во вторник а знаете почему во вторник нет ты не знаешь, коридор? в конец я тебе сейчас расскажу слушай внимательно мы тебе звонили и ты сказала только в эту дату нужно в домах но мы особенно рады что мы сегодня здесь в итоге что мы с нами спасибо вам большое в общем за вас за нас за новый ячейк общества ура! Воу! Я. Моя любимая фотография. Что желаете? Желаю поздравить и внуков мне еще. Много? Трое. Трое? Офигеть! Круто! Всех целую. Море вам позитива. Пишлы пусть бывают совместные, отдельные, пусть все будет круто. Я хотел сказать, что очень крутая пара, мне очень нравится. Их круто. Позитивный поток эмоций, чтобы они прыгали с горки на горку. Мы говорим о новом атаке, позитивных эмоций. Мы желаем счастья, хотя счастья желать нельзя. Здоровья, мы любим, чтобы семейный отец горел вечно. И чтобы солнышко грело их в любой день. И даже самый ненастный день для них был самым лучшим. Круто. Мы желаем не париться, короче. На самом деле на все смотреть. Помочь друг с другом разговаривать, поменьше обижаться. И даже если обиделись, побольше обиделись разговаривать. Круто. Антология нашей семейной жизни. Круто. Круто. Ну да. Это кирпич. Дом заложен. И сейчас я наконец-то. Наконец-то в душе, в моей. Мое сердце успокоилось. Потому что когда я узнала боль появлю больше, я поняла что все. Безопасность, каменная стена. и эти горящие твои счастливые глаза. Коль, скажу честно, тебе достался, ну, очень хороший человек. Мы с ней действительно долгие годы были вместе, и я не знаю, как никто. Я желаю, чтобы Женька была для тебя тем маяком, который прокладывал тебе путь даже в самые-самые сложные времена. Так что желаю вам счастья, любви и любви. Спасибо. Свидание в стиле Якузи, короче, счастью, Вася. 30 косарей на свидание, понимаете, это вообще прям дольчикована. Я с тарелок? Даже если это последняя. Здесь есть кофе. Просто тупо кофе. Вы пошли пить кофе. Жень, ну, думаю, нам сразу следующий шаг ставить, да, чтобы прям слилась. Давай, я говорю, давай, на свидание уже. Ну, нормально, сходим, давай. И внутри какой-то ролик у меня броснулся. Я говорю, поехали в караоке? Да, поехали. Я говорю, в южную путь. Ты туда едешь за свои, давайте говоримся сразу, мы не знакомы, это другие люди. Обратно, я тебе такси охрану. Если тебе это устроить, давай обсудим с тобой время. Она говорит, да, конечно. Я говорю, что ты охренеть вообще. Черт. Кто это? Ладно, мы приезжаем в это караоке. Это уже, скажем, моя площадка. Я уже в релище себя чувствую. Кроки заказывают вискай. А Женя заказывает водку. Кто это? Еще раз возник вопрос, короче. Женя так водку пьет, пацаны. Вы не умеете это? Я тоже. Она пьет и пьянеет. Во-вторых, она что-то там во вкусе разбирается. Так кто из вас в вкусе водки разбирается? Я не знаю, она разбирается. И накануне мы улетали в Чумень к Диме. Ну, друзья, мы все собирались и улетали в Чумень. Знаете, что Женя сказал? Ну, это вообще пиздец. Не надо было. Хочете, вы работали? Провожу. А дальше происходит вообще ксения. Ну, естественно, я когда-то просыпаюсь у Жени. И все хорошо. Первое, что я Жени вижу. Вижу это Жени. А второе, что я вижу его. Мне было так страшно, стыдно. Непонятно, что делать. А, понимаешь, это, наверное, тебя-то там уже водки с тобой попили. И кофе нормально зашло. И в аэропорт тебя проводили, да? И туфель. А, 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 что с этим делать-то? Это кто вообще? Слушайте, начался большой, конечно, вопрос в моей жизни. Кто это для меня? А я вам могу с гордостью и ответственностью заявить. Это мой друг. Это мой, блин, друган. Мы реально с ним играем. Мы реально с ним гружим. Он вообще приходит. Для вас, когда у меня есть такой друг. Правда, это честь для меня. Собачка. Ты самый необычный человек, которого я вообще в своей жизни встречал. Ты меня столько много научила, как мне кажется. Ты столько мне показала вообще. Столько я про себя много узнал. При том, что меня никто не оскорблялся. Это тоже. Хотя всегда пришел как шею. Я хочу тебе сказать большое спасибо. Я чувствую, что рядом с тобой я развиваюсь. Как мне кажется, сквозь года это какая-то моя, наверное, самая важная потребность. И спасибо тебе, что своим спокойствием ты умеешь создавать динамо. Понимаешь? Я тебя люблю. Ура! 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 Спасибо. Скоро судьи будет, кто на сегодня решится тогда потом? Спасибо большое, что были с нами, чтобы посмотрели этот выпуск, чтобы порадовались за меня. Я надеюсь, что порадовались за меня, потому что я счастлива. У меня самый лучший мужчина, сучка, у меня самый лучший. Мужчина, расслабляйся. И поздравляем, что прекрасно, женщина, с днем свадьбы. Ура, ура, ура. Это случилось.